привет всем так чудно вчера светило солнце светило настолько ярко что я даже успел побегать причем в осеннем бандирование а за ночь произошло вот такое чудо зима с нами поздоровалась некоторые могут счесть это за позновидность язычества я практикую такую вещь как знакомство с местами предметами здороваться и прощаться с местами и предметами и иногда с ними немножко договариваться о чем-то чаще всего конечно приходится и хочется договариваться с каким-то местом где среда сравнительно агрессивно и потенциально опасно такой момент не обязательно прям задавать вопрос и спрашивать разрешение такой момент ты как бы мысленно обращаешься к месту для какой-то среде и к природе если приходит ответ и да да с тобой одной крови то это означает что природа и часть дает тебе такой карт-бланш сейчас ты можешь делать практически все что угодно в пределах разумного конечно ничего тебе из этого не будет трудно объяснить как этот ответ приходит просто вот иногда природа об этом говорит а иногда не говорит и в такой момент если попробовать сделать что-то вот такого типа как я делаю сейчас то это может плохо кончится для здоровья и вот сейчас я это видео могу записать только потому что что природа мне сказала так или иначе что можно ничего тебе особенного не будет гуляй наслаждайся я не знаю как к этому относились настоящие язычники как они это оценивали что они про это думали но насколько я знаю среди древнегреческих архетипов за такое взаимодействие отвечает с женской стороны артемида как покровительница природы а с мужской стороны насколько я знаю пан пан это такой человек с козлиными ногами рогами который играет на панфлить бегает за нимфами несколько человек меня уже спрашивали про как насчет описать спектр анимуса мужских архетипов я хочу сделать такой ролик я готовлюсь к нему ищу информацию надо сказать ее довольно мало по какой-то причине тема анимуса раскрыта гораздо слабее литературе даже психологической литературе в принципе круг архетипов более или менее понятен зевс гефест меркурий он же гермес дионис трудно выделить какое-то ключевое ядро тем более не уверен что удастся выделить их ровно шесть наверное кто-то такое сделал раньше попробую поискать вот мне почему-то проще думать о природе в контексте Артемиды я не могу объяснить почему через пару дней будет Рождество может показаться что это неподходящий момент для рассуждений про Артемиду про Пана с другой стороны сказано же Творца видимым же всем и невидимым нам четко дано понять что кроме видимых тварей существуют и невидимые кто может железно сказать что не существует невидимой твари которая называется словно Артемида то что можно назвать Артемида да никто не может сказать мы даже не можем сказать плохая она или хорошая в каком бы то ни было смысле если к ней вообще можно применять такие термины как плохая и хорошая я уже записал часть интервью о которой говорил в новогодном ролике получилось намного больше чем я рассчитывал видимо придется делить на части и главное мы еще не сняли все завтра будет продолжение надеюсь получится интересно почему то так же сильно хочется договариваться с водой особенно с ночной водой ночная вода жутковатая вещь будь то море века без договоренности с ней никак лучше не надо если вдруг она говорит дает понять что сегодня не стоит лучше послушаться и возможно на самом деле не стоит с такими делами как сейчас с таким приглашением на отношения можно было бы даже и побегать скажем километр два если бы была дорожка подходящая как-то доводилось давно это было последний раз как-то так всем привет удачи разговаривайте с природой общайтесь с ней это полезно в конечном счете это тоже один из способов найти общий язык с собой а с и и и